11 июля трагическая дата для всех поляков мира. 79 лет назад организация украинских националистов УПА уничтожила тысячи поляков. Польская диаспора Ростова вспоминала эту дату просмотром фильма о тех страшных днях. Кинолента, снятая в 2016 году, запрещена к показу в некоторых странах. Несмотря на сильную любовную линию, фильм Войцеха-Сажевского скорее о ненависти. Очень немногие из тех, кто брался за просмотр этого фильма, досиживал до конца. И отнюдь не по причине отсутствия интереса к киноленте. Тяжелейшие кадры гонений, издевательств и даже убийств. Такое очень сложно выдержать любому человеку, тем более, когда смотрящий знает, что все эти события происходили на самом деле. Украинская повстанческая армия, или просто УПА, уничтожала польское население Западной Украины в огромных масштабах. Кульминацией этого уничтожения стала Волынская резня, устроенная украинскими националистами в 1943 году. Это фильм о том, что происходит, когда решение своих проблем люди видят в уничтожении других людей. Они перестают быть людьми. Они расчеловечиваются. В этом фильме нет никаких оценок. Упаси Боже, никакой морали. Однако в некоторых странах решили, что фильм нежелателен к показу. К примеру, запланированная демонстрация Волыни в Киеве была отменена по настоятельной рекомендации Министерства иностранных дел страны. Поляки же, напротив, считают, что эта лента должна примирить народы. Любые классические произведения, они очень непростые. И этот фильм непростой. И нам важно правильно понять его, правильно оценить и задуматься, что тогда было. И не заботя об этом. То есть вот тот национализм, та ненависть между народами, а славянские народы не должны друг друга ненавидеть. После Волынской резни прошло почти 80 лет. А темы, поднятые в фильме, актуальны как никогда. Национализм снова поднимает голову. И, может быть, искусство хотя бы немного поспособствует тому, чтобы история не пошла по кругу. Иван Полихин, Виталий Ступаков, Первый Ростовский.